Каковы же рекомендации, мы можем из всего этого излечь, каковы основные рекомендации христианским апологетам? Первое. Знайте и любите Бога. Главная заповедь в Евангелии от Матфея 22,37. Христос говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твою и всем разумением твоим. И говорит, вторая заповедь, подобная ей, возлюби ближнего своего, как самого себя. Без любви к Богу мы не можем подлинно любить людей. И победить в споре можно презирая людей, но только любя Бога, можно делиться с ними этой любовью. Мы не можем отдавать людям то, чего не имеем сами. Второе. Знайте и любите Писание. Апостол пишет Римлянам 10,17. Вера от слышания, а слышание от Слова Божья. Как говорил Клайв Льюис, нельзя непрестанно защищать истину. Надо и насладиться ею. Знаете, почему вы верите? Писание никогда не требует от нас суеверия или легковерия. Оно требует, чтобы мы приняли Бога осознанно. Мы любили Его не только всей душой своей, но и всем разумением своими, то есть сознанием и всеми силами своими, то есть волей. Осознанное, это осознанное волевое стремление к Богу. Второе. Тимофею, 1 глава, 12-13 стих. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранит залог мой на он и день. Держись, образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Я знаю, в кого уверен. Я знаю, насколько он верен. Я могу в чем-то ошибаться. Я могу что-то не так понимать. Но я знаю, в кого я верю. И я знаю, что он верен. Если вы когда-нибудь будете устраиваться на работу, где вам придется иметь дело с наличными деньгами, в банке или в кассе, в магазине, вас не будут обучать всем видам фальшивок. Потому что фальшивок может быть бесконечное число. Вас будут учить различать настоящую купюру. Если вы будете уметь различать подлинник, вы всегда различите фальшивку. Вот точно так же нам нужно знать, почему верить. Мы невозможно изучить все виды подделок. Чтобы различить подделку, нужно знать подлинник. Мы должны знать, быть твердо укоренены в своей вере и знать, почему мы верим. Следующее. Живите в соответствии с вашей верой. Вера – это не теоретическая осведомленность. Не как вот история была, что в пасхальный день приезжает Брежнев в Кремль, ему говорят, Христос воскрес, Леонид Ильич. Он говорит, спасибо. Идет дальше. Ему опять говорят, Христос воскрес, Леонид Ильич. Он говорит, спасибо, мне уже доложили. Вера – это не осведомленность, это образ жизни. Если бы вера наша заключалась лишь в интеллектуальной проинформированности о существовании Бога, то самыми верующими существами были бы бесы. Потому что бесы веруют и трепещут. Я еще не видел человека, который веровал бы так, что аж трепетал бы. Но их вера, она никаким образом не отображается на их образе жизни. Они не живут в соответствии с этой верой. Ефесянам 5.1.2 «Подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви, как Христос возлюбил вас». Вы знаете, когда как-то спросили Махатму Ганди, он получил же образование в Англии, он жил в Индии, во времена разобретения Индии и независимости. Его спросили, если бы вы не родились индусом, если бы вам пришлось выбирать, какой вере следовать, какую бы из них вы выбрали? Он сказал, я, наверное, выбрал бы христианство. Его спросили, так а что же вам мешает выбрать христианство? Он сказал, христиане. Очень часто именно то, что христиане не живут в соответствии со своей верой, является лжесвидетельством, которое и отвращает людей от Бога. Рави Захараис сказал, главная помеха проповеди Евангелия не в том, что оно не дает ответа, а в том, что мы не живем в соответствии с этими ответами. И Лин Гарднер писал, многие не поверят в живого Бога, пока они увидят Бога в жизни верующего. Следующее, пребывайте в теле Христовом. Среди благовестников не бывает одиноких рейнджеров. Мы всегда являемся частью этого тела, в котором постоянно должны пребывать, должны поклоняться Богу, должны общаться с людьми. Мы читаем Деяния 2.42, четыре столпа, на которых стоит жизнь в церкви. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвы. Уберите какой-то из этих элементов, и церковь превратится либо в профсоюзное собрание, либо в шоу, либо в клуб по интересам, либо в лектории. Только четыре в комплексе дают живую жизнь церкви. Как говорил Уильям Темпл, глава англиканской церкви, архиепископ Англии, поклонение – это подчинение всего нашего естества Богу. Наша совесть оживает под воздействием Его святости. Разум насыщается Его истиной. Воображение очищается Его красотой. Сердце открывается для Его любви. Воля покоряется Его замыслу. Все это собирается воедино в благоговении. Поклонение – пожалуй, одна из самых сильных форм апологетики. Как говорит апостол Павел, зайдет к вам человек со стороны, посмотрит и скажет «Воистину между вами Бог». Следующее – «Внимательно слушайте собеседника». Помните, мы с вами выясняли, что апологетика, благовестие – это не искусство говорить, а искусство слушать. Притча 18.14. «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». Как хотите, чтобы вас выслушивали люди, так и вы выслушивайте их. Искусство – апологетика – это не искусство говорить, а искусство слышать. Следующее – задавайте уточняющие вопросы. Не начинайте сразу спорить с человеком. Начинайте уточнять. Правильно ли я понял, что ты считаешь, и постепенно так вы, как шелуху слука, можете удалить все ложные представления. Человек начинает уточнять, вы опять задаете уточняющий вопрос, и так далее, вы его направляете. Вы не свое мнение противопоставляете его мнением, а помогаете ему очиститься от ложных каких-то идей, которыми набита его голова. Следующее – провозглашайте воскресение Христа. Опять же, Писание говорит, 1 Коринфянам 15.14, «Если Христос не воскрес, проповедь наша тщетна, тщетная вера ваша». Когда торговец пытается вам навязать какой-то товар, когда вы слушаете рекламный какой-то ролик, вам всегда рассказывают о преимуществах товара, и никогда не расскажут о его недостатках, о его самых слабых сторонах. Благая и весть абсолютно честна. Вот самое тонкое место, вот самая большая слабость – воскресение Христа. Проверьте, убедитесь, если Христос не воскрес, все остальное можете выбросить. И философию, и учение, и нравственность – все это хорошо, все это душевно. Но это не есть истинное движение Духа. Если Христос не воскрес, все это тщетно. Следующее. Будьте предельно честны. Не надо лукавить, не надо изображать из себя святошу. Да, у меня есть в жизни проблемы. Да, я не всегда во всем честен и прочее, но я знаю того, кто меня помогает идти в пути улучшения. Да, я не знаю ответа на твой вопрос. И слушай, я никогда не задумывался. Но раз это тебя волнует, давай я разберусь, мы встретимся и с тобой снова поговорим. То есть не пытайтесь казаться тем, чем вы не являетесь, будьте предельно честны. Притча 4.24. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. 10. Проявляете любовь. Сегодня такое впечатление, что многие люди думают, что в Библии написано «Потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь начертания рыбок на колесницах ваших». Если будете иметь цитаты из Библии на футболках ваших. Господь говорит «Потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Проявляя любви, являясь наивысшим его свидетельством. Людям безразличны ваши знания, если они знают, что вам безразличны люди. Следующее. Полагайтесь на Бога. Апостол говорит «Непрестанно молитесь». Непрестанно ты как часто? Это значит все время. Потому что мы должны понимать, что мы посланы в мир по его изволению. Мы его слуги. Мы постоянно должны быть с ним в контакте, чтобы он нас постоянно вел и направлял духом своим, святым. И главное, будьте сами живой апологией Христа. Главным свидетельством Иисуса Христа являемся мы и его представители в этом мире. Мы его тело. Мы его присутствие в этом мире. Мы здесь, и мы, куда бы мы ни попали, в каких бы обстоятельствах ни оказались, и куда бы нас жизнь не направила, мы должны понимать, мы там оказываемся не случайно. Мы там оказываемся, потому что Бог хочет присутствовать в этих обстоятельствах, и Он хочет присутствовать в этих обстоятельствах через нас. Потому что мы, его церковь, и являемся его присутствием в этом мире.